История в лицах Мы разыграем два билета на мою лекцию Политическую в сити-классе 17 сентября Два лучших задавших вопроса Будут иметь удовольствие посетить мою лекцию 17 числа бесплатно Поэтому кого-то я сделаю лучшими, чьи вопросы мне понравятся И попрошу тогда прислать телефоны и имена И тогда все будет, если вам это, конечно, будет интересно Итак, начинаем Еще раз повторяю номер Плюс семь девятьсот три семьсот девяносто семь шестьдесят три тридцать три И мы сегодня говорим вот на какую тему У нас тут дат такая подобралась Второго марта 1831 года в Москве в церкви Большого Вознесения На Большой Никитской улице был совершен обряд венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой Об этом свидетельствует запись в церковной метрической книге Которая хранится сейчас в Центральном историческом архиве города Москвы Пушкину был тридцать один год Натальи Гончаровой восемнадцать Вот о ней, не о Пушкине, Александре Сергеевиче Хотя мимо него, конечно, тоже в этой связи не пройти А Натальи Николаевны Гончаровой мы сегодня будем разговаривать Дорогие друзья с вами Целый вечер То есть сейчас Наталья Гончарова вышла замуж за Пушкина С этим фактом связаны немало легенд, слухов, там разных баек У Пушкина не складывались отношения с тещей Наталью Ивановну, матушку Натальи Николаевны Многое смущало в женихе Ей не нравилось его бурное, такое бесшабашное, прямо скажем, прошлое, лихое Он сам говорил, что Наталья у него сто тринадцатая любовь Неровное отношение с властью Он был как бы оппозиционер у нас Как бы считалось, что он в опале у государя-императора Государь-император это серьезное дело, это навсегда Ему не надо было конституцию менять, чтобы остаться у власти Он и так был у нее, у матушки В общем, смущало многое в Пушкине И не давала она согласия на брак И когда Пушкин, в конце концов, согласие от нее получил От этой сильной, жесткой, резкой женщины с непростым характером Матушки Натальи Николаевны Он, в общем, даже и задумался, надо ли ему это И Наталья Николаевна сама много лет спустя рассказывала другу Аленкову Что свадьба их на волоске висела из-за ссор жениха с тещей Вот это не единственное интересное, конечно, в том, что касается этой свадьбы Самое интересное — это ее последствия Ну и то, что ей предшествовало, тоже очень занимательно, уверяю вас Вообще, образ Натальи Николаевны, он знаменит в нашей исторической культуре Потому что, ну как же, первая леди нашей культуры Жена Пушкина И красавица, и умница В том, что касается второй характеристики, были сомнения всегда В том, что касается первой красавицы, сомнений не было И Пушкин ее любил И она его вроде как любила, но легкомысленно, но ветрено Но дуэль, ее роль в этой дуэли И этого ей не могли простить долгие годы Долгие годы не могли простить И пушкинисты, и литераторы, и просто поклонники многочисленной творчества великого поэта Ну, к ней настолько такое, я бы сказал, неравнодушное отношение всегда было Вот уж кому к кому Вот приятель Пушкина, Киселев, писал еще тогда Пушкин женится на Гончаровой Между нами, сказать, на бездушной красавице И мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат То есть дал бы задний ход Ну ладно, Киселев Великие поэты, женщины Цветаева, Марина Ивановна В 1929 году написала такой эмоциональный очерк Которым поделилась своим отношением к Наталье Николаевне Пушкина она любила беззаветно Просто-просто фанатично И в очерке Наталья Гончарова Она сравнивает дуэль Пушкина и Дантеса с Троянской войной А саму Натали с прекрасной Еленой Хотя Елена была прекрасна, но сравнение мало позитивное Не комплиментарное Она пишет, что Наталья Гончарова роковая женщина Пустое место, к которому стягивается Вокруг которого сталкиваются все силы и страсти Смертоносное место Пишет Марина Ивановна Цветаева Она пишет, что Гончарова не причина, но повод смерти Пушкина Сколыбели предначертанной Судьба выбрала самое простое Самое пустое, самое невинное орудие Красавицу Еще одной ненавистницей Натальи Николаевны Была Анна Ахматова Смотрите, два великих поэта Две великих женщины Которые ненавидели ее просто смертельно Она посвятила Пушкину тоже немало Трудов литератур и ведческих И в своих трудах она называет Натали Сообщницей Гекернов В преддольной истории даже агенткой называет Натали Нидерландского посланника И принимает на веру письма Дантеса В которых он утверждает, что любимая им жена Пушкина Любит его в ответ Это, кстати, очень большой вопрос Может быть, это была и правда Мы сегодня поговорим об этом Любила она его или нет Была верна или нет Это все вопросы Очень важные, очень серьезные Очень интересные, очень яркие Потому что они касаются судьбы Пушкина Никого-нибудь Но это мнение Цветаевой и Ахматовой А сам Александр Сергеевич Пушкин Не хотел жениться на литературоведе Не хотел жениться на Пушкинисте Он хотел жениться на Наталье Николаевне Гончаровой Потому что он ее любил очень сильно И верил ей И ревновал безумно, но все равно верил Я понимаю Ахматову Я понимаю Цветаеву Эти женщины масштабные, прекрасные Которые обожали Пушкина как поэта Они думали Вот если бы Пушкин был женат на мне Если бы я была женой Александра Сергеевича Ну я бы не крутила хвост Перед этим пустым Кавалергардским офицером Этим французиком Который ничего не понимал Который не знал русского языка И не мог оценить Пушкина Я бы уж, я уж была бы ему верной женой Уж я бы поняла его Уж со мной он был бы счастлив Но не довелось Ни Анне Андреевне, ни Марине Ивановне Выйти замуж за Пушкина Жили они веком позже А женился он, я повторяю Наталье Николаевне Гончаровой И он посвящал стихи Вообще Пушкин, он был поэт Напомню об этом Не так, чтобы, так сказать Гвозди заколачивал Он стихи писал И некоторые стихи он посвящал Наталье Николаевне Гончаровой Вот стихотворение 1829 года Периода бурного ухаживания За Натальей Николаевной Когда он еще не знал Даст ли она ему согласие На его эмоции А эмоций было много Африканский темперамент И вот он написал стихотворение На холмах Грузии Жена его близкого друга Петра Андреевича Вяземского Они действительно Очень были дружны По некоторым данным Может быть даже В молодости, в юности У Веры Федоровны Княгиня его самой Был легкий роман с Пушкиным Он был очень женолюбив Великий русский поэт Он просто ни одной Красивой, яркой женщины Не пропускал Ну и некоторые Шли ему навстречу Но Относительно Веры Федоровны Это не доказано Хотя в его донжуанском списке Есть имя Вера Которое многие литературы веды Интерпретируют Именно как Веру Вяземскую Неважно Оставим это за скобками Она была ему Верным и близким другом В любом случае Независимо от того Была ли она когда-либо Его возлюбленной Так вот Вера Федоровна Направила это стихотворение Которое я вам только что Прочитал На холмах Грузии Она направила его Марии Волконской Которая В девичестве Раевской Княгине Которая ехала уже в ссылку За своим мужем-декабристом В юности Когда она была еще девочкой И незамужней Барышней Раевская была предметом Тоже воздыхания Александра Сергеевича Пушкина Он ей посвящал стихи И вот это стихотворение Для того чтобы его бодрить По-видимому Княгиня Вяземская Направила Направила Марии Волконской Сопроводив Это письмо Это стихотворение Запиской Что это стихотворение Посвящено не ей Оно посвящено Юной Наталье Гончаровой И поэтому Волконская Не присоединила Это стихотворение Пушкина К числу посвященных Ей Стихотворений Разных мужчин Молодых людей А вот еще одно стихотворение Годом позже Тридцатый год За семь месяцев До свадьбы 8 июля 1830 года Пушкин маялся Он тоже не был уверен В том что В том что Он желанен Как Как Жених У него были уже Тогда Сложились Достаточно непростые Отношения С будущей Своей тещей С Натальей Ивановной Гончаровой И он знал Что у него Масса есть Недостатков В ее глазах Я их уже Перечислял вам И он маялся Он бился Он Лез на стену Он увлекался Женщинами Потому что Он не мог Ими не увлекаться Такой был характер То есть Будучи уже Влюбленным В Наталью Николаевну Гончарова Он увлекался Другими женщинами Параллельно В частности Он увлекся Прекрасной Полькой Графиней Сабанской В девице Ржевузской Авантюристкой Такая знаете Такая польская Миледи Невероятная Красавица Очень притягательная Старше Кстати Ему на 5 лет Пушкин 1799 года Ему был 31 год Ей было На 4 года Ей было 35 лет Очень По тем временам Вполне себе Зрелая женщина Сейчас 35 лет Просто Девчонка Тогда совсем Взрослая дама Она была Очень хороша Собой Очень притягательна Очень ярко Ослепительно Совершенно И К тому же Она была Это добавляло Только вероятное Ей обаяние Она была Такая опасная Женщина Она была Возлюбленная Потом стала Женой Такого генерала Витта Генерала Витта Не Витте А Витта Человека Связанного С охранкой Человека Который В общем Имел отношение К слежке За Пушкиным Очень опасный Тоже человек Она была Его агентом И поэтому Ее отношения С Пушкиным Были такие сложные Она не Пошла навстречу Пушкину И может быть Этим его подогрела Еще больше Он был в нее Безумно влюблен Он ей писал Совершенно страстные Стихи Он был у ее ног Кстати Ее сестра Она Сама Каролина Сабаньская Ее родная сестра Была возлюбленной И женой Никого иного Как Онуреда Бальзака То есть Эти две Польские дамы Они производили Впечатление На великих Литераторов Пушкин имел Возможность Породниться С Бальзаком Значит Они были бы Кто Свояки Да Свояки Значит Через Двух Сестер Сабаньских Но Не пришлось Так вот Пушкина Она В общем Грубо говоря Послала А он Дело в том Что она не знала Русского языка И поскольку Она не знала Русского языка Она плохо Очень говорила По-русски Они общались На французском И поэтому Она не могла Оценить гениальность Пушкина А его Стихотворный дар Был немалой Составляющей Его конечно Обаяние И его Вот Воздействие на женщин Потому что Ну устоять было невозможно Когда он читал стихи А она была холодна Поскольку она этого Не понимала Просто Так вот Параллельно Ухаживая за Сабаньской Будучи в нее влюбленным Он однажды написал ей Кстати стихотворение Совершенно страстное Где говорил Что он не может без нее жить И не отправил И на полях Изобразил Поскольку он часто рисовал На полях И на полях Этого не отправленного Страстного письма Сабаньской Он изобразил головку Натальи Николаевны Гончаровой Вот так вот Вот разберись В мозгах И в душе Этого человека Так вот В это же время 8 июля 1830 года Ухаживая за Прекрасной Сабаньской Он пишет Стихотворение Мадонна Стихотворение Как мы понимаем Навеянное Мадонна и Рафаэля Немножеством картин Старинных мастеров Украсить Я всегда желал Свою обитель Чтоб суеверно Им Дивился посетитель Внимая Важному суждению Знатоков В простом углу Моем Средь Медленных Трудов Одной Картины Я Желал быть Вечно зритель Одной Чтоб на меня С холста Как с облаков Пречистое И наш Божественный Спаситель Она С величием Он С разумом В очах Взирали Кроткие Во славе И в лучах Одни Без ангелов Под пальмой Усиона Исполнились Мои желания Творец Тебя мне не спасал Тебя Моя Мадонна Чистейшей прелести Чистейший образец Это он уже Мечтал О том, что Чистейшей прелести Чистейший образец Ему, конечно, достанется Хотя еще уверенности Стопроцентной В этом не было Но мечты Мечты поэта И вот еще одно Стихотворение Это 1833 год Это он уже Глубоко женат У них уже Дети И Он пишет Такое стихотворение Великое Знаменитое Пора, мой друг, пора Покоя сердце просит Летят за днями дни И каждый час Уносит частичку бытия А мы с тобой вдвоем Предполагаем жить И глядь Как раз умрем На свете Счастья нет Но есть покой И воля Давно Завидная Мечтается мне доля Давно Усталый раб Замыслил я побег В обитель дальную Трудов И чистых Нек 1833 год Что он имеет ввиду? Какой побег Он замыслил Усталый раб? Какой побег? Господь его знает Ну, конечно, Имеется ввиду, наверное, Не поиски смерти Хотя есть такое мнение Есть оно, Что в последние годы Пушкин искал смерти И в этом смысле Его дуэль с Дантесом Была не случайна Но я не думаю Не думаю, что это так А, наверное, просто Надоело ему быт Надоели ему пеленки Надоел ему Детский плач Надоело ему Вот это вот Эти кандалы Даже связанные С любимой женой Захотелось мужской свободы Которую он привык За долгие годы Своего Существования Холостяцкого Может быть Мне так кажется Я бы так истолковал Но кто знает Вот эти стихотворения Он посвящал жене Вы знаете, что я вам скажу? Я поставлю перед вами вопрос У нас, поскольку я повторяю Скоро женский праздник Вопрос ставлю только перед женщинами Вопрос такой Хотели бы вы Чтобы вашим мужем Был такой человек, как Пушкин? Но Только вы поймите Что Пушкин Это Он сейчас такой Пушкин И памятник работы Опекушина Стоит на Пушкинской площади И Пушкин это наше все И мы знаем Что он гений И издаются Постоянно собрания его сочинений И учат наизусть Евгения Онегина Это все так Ну а если неизвестно То есть он уже при жизни Конечно считался гением Но не всеми признанным И он был Вот я вам сейчас зачитаю Описание Его внешности Анетта Лениной Красавицы Которая он делала предложение Которая его послала Я повторяю еще раз Он не всегда имел успех У женщин Он имел успех Но не всегда И вот Госпожа Ленина Которая он делал предложение Которая не согласилась Она его описывает так Очень определенно Арабский профиль Заимствованный от поколения матери Не украшал лицо его Да и прибавьте к нам Ужасные бакенбарды Растрепанные волосы Ногти как ногти Маленький рост Жеманство в манерах Дерзкий взор на женщин Который он отличал Своей любовью Странность нрава природного И неограниченное самолюбие Вот так вот Вот таков Пушкин Рост у него был Между прочим Порядка метра шестидесяти сантиметров Олег Тан Сергеевич Кстати у Натальи Николаевны Метр семьдесят семь Она и по нынешним временам Была высокой женщиной Просто модельного роста А по тем временам Огромной Но она была прекрасно сложена Она была безумная красавица И вот он Со своими этими бакенбардами И своим этим ростом И арабским профилем Он никогда не стоял с ней рядом Старался быть поодаль Чтобы не быть слишком маленьким И вот такой вот Пушкин Да плюс горяч Как жеребец Да плюс Кидается на каждую юбку Да плюс играет в карты Да плюс непредсказуем резок Да плюс небогат Да плюс еще Властью недолюблен Власть его недолюбливает Как вам такой муж? А? Вот Но гений Но гений Но это вы знаете И кое-кто еще Но не все Так вот Хотели бы вы иметь Такого мужа как Пушкин? Если да Это ваш номер 8 800 700 Ровно 93 51 Если нет 8 800 700 Ровно 93 52 И включая голосование Итак Хотели бы вы иметь Такого мужа как Пушкин? Если да 8 800 700 Ровно 93 51 Если нет 8 800 700 Ровно 93 52 Вопрос только для Прекрасных дам А мы Рассказываем Наталье Николаевне Гончаровой В первом браке Пушкина И во втором Лонской Родилась она В 1712 году В поместье Кориан Тамбовской губернии Отец Николай Афанасьевич Гончаров Интересный человек Его семья Стала дворянской Приобрела дворянство При Елизавете Петровне А так из купцов Прекрасное образование Блистательное Немецкий, английский И французский языки Прекрасный танцор Прекрасный музыкант Сочинял стихи Играл на скрипке И виолончели Талантливейший человек Но Упав с лошади В 1814 году Он Двинулся рассудком И после этого Уже имел Значительные трудности Был слабохарактерный Сложный человек Фактически Его отец Руководил семьей И его жена Наталья Ивановна Мною упомянутая Яркая очень женщина Красавица Наталья Николаевна Была дочка в нее Урожденная Загряжская Проправнучка Украинского гетмана Петра Дорошенко Из старой Дворянской семьи Сильная Жесткая Резкая Очень красивая женщина Которая Участвовала В некоторых Придворных интригах А интриги Какого рода были Они кстати Потом коснулись Пушкина Потому что Когда Пушкин получал Вот это знаменитое Письмо Посвященное ему Как Рогоносцу С предложением Кодьютором Ордена Оргоносцев Оно было Подписано Как бы Фамилией Нарышкин Почему Нарышкин Потому что Жена Господина Нарышкина Мария Антоновна Нарышкина Была любовницей Александра Первого И сам Нарышкин Из этого Извлекал определенную Выгоду Александр Первый Был щедр С женой С мужем Своей любовницы И Он получал Хорошее Хорошее Жалование Нарышкин И его имя Стало практически Нарицательным Старый муж Красавицы Молодой жены Которая Которая Гуляет с императором И муж За это Получает деньги Его Конечно Презирали в свете При этом Императрица Зная О том Что Ее муж Александр Первый Имеет Любовница Она была Многолетней Любовницей Госпожа Нарышкина Мария Антонна Такой Я бы сказал Любовницей На правах Жены Практически Настолько Что они На балу Однажды Когда императрица Спросила у нее Как ее дела Нарышкин Ответила Да неважно Я беременна Кажется И обе знали От кого она беременна От царя Так вот У императрицы Тоже был Возлюбленный Кавалергард По фамилии Охотников И вот этот Кавалергард Был Помимо того Что он был конечно Возлюбленным И любовником Императрицы Компания веселая Он был при этом Влюблен В Госпожу Загряжскую В Маршскую Наталью Николаевну Наталью Ивановну Поэтому Наталья Ивановна Была в курсе Этой интриги И когда потом Пушкин получил Это письмо Вот это вот Оскорбительное Она В общем Понимала Прекрасно О чем идет речь А мы до этого Письма дойдем Так вот Наталья Николаевна Была пятым ребенком В семье Натальи Ивановны С детства Очень хороша С собой Прекрасно Уже в 16 лет Когда С 15 лет Начинали выводить На большие баллы Дебютанток Девушек Из дворянских семей Она сразу же Произвела фурор Настолько она была Хороша собой И потом с ней Познакомился Александр Сергеевич Пушкин Продолжим разговор Наталья Николаевна Через короткий Прямо Время История В лицах История В лицах Дорогие друзья Микрофона Подсеребренным Дождем Николай Сванидзе Говорим О Наталье Николаевне Гончаровой Прекрасной Жене А потом Вдове Александра Сергеевича Пушкина А потом Ее фамилия Была Ланская Вот Времени Маловато Королевства Маловато Разгуляться Негде Черт возьми Уже Скоро конец эфира Я только начал вам Рассказывать про эту Замечательную Роскошную Совершенно ярчайшую Женщину Как к ней не относитесь Я вам задал вопрос Хотели бы вы быть Дамом только Хотели бы вы Иметь такого мужа Как Пушкин Отвечайте пожалуйста На него Если да То 8 800 700 Ровно 93 51 Если нет Не хотели бы иметь Пушкина в мужьях То 8 800 700 Ровно 93 52 Мне тут вот Пишут что Такого как Вы описали Обошла бы стороной Нет конечно Спасибо за эфир Как поэт и писателя Я Пушкина боготворю Вы знаете Во первых Его не я писал Его описала Анетта Ленина Предмет его Тоже воздыхания Которая ему отказала Но действительно Красавцем он не был Но он был Пушкин Потому что Другой вопрос Который мне задают Почему Наталья Все таки согласилась Выйти замуж за Пушкина Несмотря на его внешность И характер И репутацию Катя Катя Он был Пушкин Он был не просто Некрасивый молодой человек Маленького роста С большим носом Там и Бог знает Там с какой шевелюрой Не знаю Не важно Он был Пушкин И он был Он был неотразим Он был гениален Вообще гениальность Производит впечатление На женщин Я замечал По себе кстати Прошу прощения Поехали дальше Значит Производит очень сильное впечатление Пушкин Когда читал стихи Когда он читал Огнем нежданных эпиграмм Возбуждал улыбки дам Он при себя практически Написал В Евгении Онегине Ну что вы Ну как же Кто же мог устоять То есть кто-то мог Я вам говорил Что кто-то мог устоять Особенно те кто не знал Русского языка Кстати Дантес Убивший Пушкина Тоже не знал Русского языка Поэтому Не мог он знать Тот миг кровавый Кого он На что он руку поднимал Писал Лермонтов В секторе На смерть поэта Естественно Не мог Не мог знать Тот миг кровавый Потому что он Не читал по-русски Знать говорил он На французском Возвращаясь Наталья Да Я Зазвал вам Задачку Два лучших вопроса Авторы двух лучших вопросов Получают билеты На мою лекцию 17 сентября Но К сожалению дорогие друзья Конечно вы понимаете Вот здесь Замечательный вопрос Скажем Такой Такой вопросик Тут был Шикарный Вот Наталья Гончарова Муза Пушкина Или фатальный выбор Ваше мнение Замечательный вопрос Роскошный Но автор из Пятигорска Станислав Ну Вы же не приедете Наверное в Москву Специально на мою лекцию Если приедете Бога ради Значит Те кто Поэтому Наверное К сожалению Мое предложение Касается скорее Москвичей По чисто техническим причинам Поэтому Если Если москвичи Присылаете Вопросы Сразу сообщайте Свои координаты А Конечно Из других городов Ну Я не переоцениваю Все-таки Значит Силы своего Обаяния Вряд ли Ко мне на лекцию Приедут Из другого города Даже даром Если приедете То ради бога Буду рад Вот Быть женой гения Пишет мне Это ад И постоянный страх Неизвестности Непредсказуемости Всплеска меланхолии Взрыва эмоций Психика Вряд ли адаптируется Нет Это не мое Пишет мне Какая-то дама Очевидно Раствориться в гении Кстати Читала Про Ландау Та же тема Совершенно верно Та же тема Да По некоторым Сведениям Сватом Пушкиным Был сам Государь императора Что вы имеете ввиду Под словом Сват Значит Коснемся Этой темы Коснемся Этой темы Пушкин Познакомился С Натальей Гончаровой На балу У танцмейстера Йогеля Был такой 60-летний Такой Учитель танцев Который в 60 лет Летал как пух Был легок на ногу Популярнейший У петербургского Дворянства Пушкин тоже у него Учился танцевать Они все умели танцевать Они все умели Фехтовать Они все умели Двигаться Двигались прекрасно Профессионально Пушкин был Несмотря на свой рост Он был сильным И как сейчас бы сказали Спортивным человеком Он тоже фехтовал Он прекрасно стрелял Кстати Он прекрасно ездил верхом Одна из тросточек Была налита свинцом Он тренировал руки И он был Повторяю Независимо от своей Внешности Которая конечно Могла не нравиться Он был Пушкин И он был по своему Неотразим Несомненно Так вот Он увидел на балу Юную Натали И он влюбился в нее С первого взгляда Потому что он был Он был очень пылок И он влюбился в нее И влюбился Вы знаете как Она была Очаровательная Она была не просто красива Вот ее Описывает Надежда Иропкина Двоюродная Сестра Павла Нащекина Друга Пушкина Это семья Которая знала И Наталья Николаевна И Пушкина И была всегда Очень благородна По отношению К семье Пушкиных И вот Надежда Иропкина Пушкина пишет Необыкновенно Выразительные глаза Очаровательная Улыбка И притягивающая Простота В общении Помимо ее воли Покоряли всех Все в ней Было удивительно Хорошо И к тому же Все в ней Самое Манера Держать себя Было проникнуто Глубокой Порядочностью Все было Комольфо Без всякой Фальши И это Было тем более Удивительно Что нельзя было Тому же Сказать о ее Родственниках Сестры были Красивы Изысканного Изящества Наташа Напрасно Было искать в них Она была Действительно Комольфо То есть Все в ней Было как надо И Пушкин Ей писал Что Ты Комольфо Тебе нет Того что называется Вулгар Ты не вульгарна Ты прекрасна Ты проста Ты благородна Проста Оставайся такой Он ей писал Замечательные письма Вот здесь мне пишут Что Великий поэт Но Ужасный муж И по-видимому Плохой человек Нет Он не был Плохим человеком Почему С чего вы взяли Если он Если он был Падок на женщину И играл в карты Значит он плохой человек Ничего подобного Он Много раз стрелялся Но ни разу Никого не убил Он был Благороден Он был добр Он был великодушен Он А почему Кстати Плохой муж Нет оснований Полагать Что он Уже Будучи женатым Изменял ей Это неизвестно Да Он в кого-то Влюблялся еще Когда Делал ей предложение Но что было потом Возможно Возможно Что-то было Возможно Но вы знаете Ну Не будем осуждать Все-таки Пылкого Мужчину Африканских кровей Привыкшего к свободе Но он Ее любил Он Ее Жалел Он пытался Облегчить ей жизнь Он жалел ее уже Когда был ранен Ранен Смертельно Он говорил Скажите ей Правду Пусть знает Правду Потому что Иначе Она будет Надеяться И будет Спокойно И это Примут Забежалость Равнодушие Ко мне Он заботился О ее репутации Он высоко ценил Ее репутацию Он защищал ее репутацию Ну Друзья Он за нее Пошел на смерть Поэтому Сказать Что Он был плохим мужем Нельзя И нельзя Сказать Что она была Плохой женой Мы пробежим Поскольку времени Мало Пробежим Тему Ухаживания Хотя она Очень интересна Он делал Предложение Через своего Приятеля Федора Толстого Американца Знаменитого Толстых Тоже Безумное количество Как и Пушкиных Вот И Вот этот Знаменитый Авантюрист Ездивший В Америку Там На Дальнем Западе Там стрелявший Из Кольта Интереснейший Человек Этот Федор Толстой Американец Он был Приятелем Пушкина Он делал Предложение От его имени Гончаровой Вначале Получил Неопределенный Ответ Неопределенный Именно потому Что Матушка Наталья Ивановна Не была уверена В том Что он Хорошая Партия Для Ее Красавицы Дочери Но Он ей Понравился И Понравился Вот Значит Она была Если Он Такой Маленький Такой вроде как Невзрачный Такой Голубоглазый Такой Черт У него были Голубые глаза Кстати у Пушкина Понравился Такой Безумный Ослепительный Красавица Которая знала Уже Что ее появление Вызывает фурор Женщины Это прекрасно Чувствуют Что на них Устремлены взгляды Она знала Что она Хороша собой И вот Она полюбила Такого человека Голи готова Была в него Влюбиться Готова была Скажем так Она еще была Слишком все таки Юна Для того чтобы Испытать сильную страсть Он был уже Взрослый мужчина Она совсем девочка Но она готова Была ему влечь Значит в нем Что-то было Помимо Помимо физической Стороны Что-то Привлекало ее В нем Значит она Могла дать Должно его гению Значит она была Достаточно глубока Значит она уже была Не пустышка Не правда ли Наверное Вот он Он ей писал Позже Уже когда Был ее мужем Что Если ты Изменишь Своему правилу Если При моем возвращении Он был В отъезде Я найду Что твой милый Простой Аристократический Тон изменился Разведусь Вот тебе Христос И пойду в солдат Из горя Пишет он ей То есть он ее Как бы воспитывал Он Будет человеком С великолепным вкусом Что вполне понятно Пушкин-то Он и в ней этот вкус Развивал Но он в ней тоже был Так вот В конце концов Они дали согласие Они дали согласие Он попросил Благословения у родителей Благословение было ему дано Вместе с Деревенькой Значит в 200 душ Болдина Деревенька называлась Вы знаете со школы О том С чем связано это название С болдинской осенью Как раз перед женитьбой Он застряв В этом Болдина Вследствие эпидемии холеры Он написал Такое чего Наверное Культура целых народов Себя за тысячелетия Не могут позволить создать А он это за одно лето написал Ну за осень В этом Болдина Это было как бы Был его вклад В семейный бюджет Тянула из него Наталья Ивановна Тещи деньги Даже во время свадьбы В день свадьбы Она сказала Что свадьбы не будет Потому что у них нет денег На карету Он ей выслал тысячу рублей На карету Он пугал Государя императора Потому что В какой-то момент Когда он получил Извещение О таком Привет от них Он был в Петербурге Они в Москве Они в Москве Они в Москве Он не говоря ни слова Никому Ринулся из Питера Из Питера Из Петербурга В Москву Хотя должен был Поскольку он был Под наблюдением Негласным И знал об этом Соглашение было такое Что он должен Ставить в известность О своих перемещениях И он рванул Бенкендорф узнал Доложил царю Царь сказал по-французски Какая муха его укусила Куда он рванул Так вот Уже Когда было все решено Со свадьбой Пушкин пишет Бенкендорфу Шефу жандармов Александру Христофоровичу Письмецо В котором Говорит что Вот Значит Ваше происходительство Женюсь я На мазель Гончаровой Которую вы вероятно Видели в Москве Получил ее согласие И согласие матери Но два возражения Мне были высказаны Мое имущественное состояние И мое положение Относительно правительства Госпожа Гончарова Боится отдать От человека Который имел бы несчастье Быть на дурном счету У государя Счастье мое Зависит от одного Благосклонного слова Того кому я так уже питал Искреннюю и безграничную Преданность и благодарность То есть к Николаю Первому И Бенкендорф Светский господин Значит Хотя и шеф жандармов Он не замедлил с ответом Пишет Милостивый государь Я имел счастье Представить государю письмо Которое вам угодно было Написать мне Его императорское величество С благосклонным удовлетворением Принял известие Представящий вашей женитьбе И при этом Изволил выразить надежду Что вы хорошо испытали себя Перед тем Как предпринять этот шаг В своем сердце и характере Нашли качество Необходимое для того Чтобы составить Счастье женщины Особенно женщины Столь достойные И привлекательные Как Мадмуазель Гончарова Мадмуазель Гончарова нравилась Царю видите Он даже Попросил Приказал Бенкендорфу Передать Пушкину Что он женщина Привлекательная особя И дальше Бенкендорф пишет Что Ну о милости Государя По отношению к Пушкину Что он Государь Значит Изволил поручить мне Генералу Бенкендорфу Не шефу жандармов А лицу Коему он доставил Своим доверием Наблюдать за вами И наставлять вас Своими советами И что в этом плохого Спрашивает Бенкендорф Ничего плохого Поэтому можете Показать это письмо Всем кому найдете нужным Что касается Трагедии вашей О Годунове А Пушкин просил Чтобы Разрешил ему Печатать Трагедию Борис Годунов Что же касается Трагедии вашей О Годунове Это его императорское величество Разрешает вам Напечатать ее За вашей Личной ответственностью Преданный вам Бенкендорф Вот получив Это письмо Пушкин показал Его Наталье Ивановне И получил Согласие на брак Брак был счастливым Друзья Вот ну счастливым Они любили друг друга У них было четверо детей И все было прекрасно Пока не оказался На дороге Их Вот это вот Господин Дантес Французский поданный Блестящий офицер Очень красивый Молодой человек Который не понимал Ни бельмеса По-русски Который просто Видел красивую женщину И видел ее Маленького Этого Тревожного Как сейчас бы сказали Мужа Который Ниже ее на голову И что-то Что-то много Об себе понимает И он стал ухаживать за ней И не исключено Что она была тоже Влюблена в него Даже по всей видимости Влюблена Но все свидетельствует о том Что она ему была Что она была верна Пушкину Булачев влюбленной В Дантеса Даже если А по всей видимости Да Она была верна Пушкину О чем и говорила Дантесу Что она все равно Останется верна Своему мужу Это был такой вариант Пушкинской Татьяны Любимый Пушкиным Женский характер Да Я другому отдана И буду век ему верна В данном случае Отдана Пушкину Мы с вами Будем еще иметь Пять минут Для того Чтобы закончить разговор Наталья Николаевна Дорогие друзья Не уходите далеко История в лицах История в лицах Николай Сванидзе Рассказывает вам А это я Рассказывает вам О Наталье Николаевне Кончаровой Значит Обещал два вопроса Выделить И авторов Бесплатно Предоставить им билет Вот я говорил Что москвичи Но вот Между прочим Станислав из Пятигорска Чей вопрос я выделил Он сказал Приеду Николай Карлович Пишет он Обязательно приеду Станислав Мы ждем вас Оставьте свои координаты И вы получите билет На мое выступление Другую В основном Тут все Кто задает вопросы Иногородние Вопросы замечательные Кстати Народ увлекся Спасибо Темой Вот Или Или это не вопросы Или это Вопросы не из Москвы Поэтому пока что Вот я вижу только Претендента одного То есть уже не претендента А победителя Это Станислав Из Пятигорска А мы продолжаем И завершаем разговор У Натальи Николаевны Гончаровой Был такой эпизод Такой тяжелый Для женщины Когда Дальняя ее родственница Такая И далее Полетика Тоже красавица Ненавидевшая Почему-то Пушкина Ну Он был человек Который вызывал Сильные эмоции Равнодушных К нему не было В основном К нему тянулись И женщины Я повторяю Просто как бабочки На свет Слетались К этому Маленькому Курчавому Человечку Гениальному Но она его ненавидела Не исключено Что был какой-то заход С ее стороны И она ему не понравилась Может быть и так Кто знает Вероятно Так оно и было Так или иначе Она ему построила Ловушку Она Зазвала Натали К себе в гости И ушла Оставив ее Наедине с Дантесом И Дантес Бросился к ее ногам Даже выхватил пистолет И сказал Что застрелится Если она ему не отдаться И она не знала Что делать Стала очень громко Говорить Отказывала ему Естественно И на ее счастье Появилась дочка Политики Девочка И она Не зная что происходит Разрядила обстановку И ей удалось уйти Из этого дома У них ничего не было С Дантесом Но был другой Так сказать Было другое подозрение Государь-император Государь-император Потому что Вот это вот письмо Которое Было скорее всего Как полагал Пушкин И это было Поэтому он вызвал Направил оскорбительный Ответ письменный Барону Геккерну Голландскому посланнику Который был Отчимом И вероятно Состоял еще в гомосексуальной связи С Дантесом Он отправил ему письмо На которое должен был последовать вызов И он последовал Дело кончилось дуэлью И Пушкин был убит Как известно Тяжело Смертельно ранен Так вот Это письмо В котором Пушкин Назывался Кодьютором Ордена Рогоносцев Оно было подписано Значит Я вам говорил Таким образом Что Ясно было Что речь идет Намек идет На роман На роман Александра Первого И Поскольку роман Царя То ясно было Что здесь Идет речь Параллель Совершенно очевидная С Интересом Николая Первого Уже Нынешнего Уже царя С Интересом К Наталье Николаевне Тем более Что он не скрывал Этого интереса И он сказал Что он ее При случае Значит Называл Привлекательной дамой Он оказывал ей Знаки внимания На многочисленных балах На которые она ходила Она была Светская женщина Она была Кокетлива В конце концов Профессионально Кокетлива Профессионально Не как женщина Легкого поведения А как светская красавица Которая обязана Быть профессионально Кокетливой И она была таковой И она имела Огромный успех Из-за нее В частности Ухаживал государь-император Который был Двухметрового роста Голубоглазым красавцем Имевшим огромный успех У женщин Не только как царь Но и как мужчина И были подозрения Что он истинный Так сказать Как бы это сказать Человек Который стоит За вот всей этой Трагической ситуацией С Пушкиным Но нет Мы не знаем Что было между ней И государем Думаю что ничего И нет никаких доказательств Что что-то было Кроме его интереса Потому что Во всех письмах Которые потом стали известны Она потом вышла замуж За хорошего Спокойного Навешанного человека Генерала Ланскова Пушкин велел ей Когда умирал Он перед смертью Сказал ей Отправляйся в деревню Держи траур Потом выйди За порядочного человека Она так и сделала Нет никаких оснований Считать Что она была неверна Пушкину Мы подводим итоги Дорогие друзья 12% готовы были бы Стать женой Пушкина 88% нет Ну что же Это ваш выбор Мы говорили О Наталье Николаевне Кончаровой Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok